Всем привет! Настало время годного контента на ютубе! А впрочем, ничего нового! Смирно! И сегодня я подумала и решила поставить перед собой следующую задачу. Я решила научиться делать макияж. Я буду вбивать поисковой запрос из серии «Как нужно красить губы?» И буду следовать всем тем правилам, которые по этим запросам мне будут предлагаться. В конце этого видео обязательно напишите, как вы считаете, получился ли у меня красивый, грамотный, профессиональный и правильный макияж. Или совершенно ничего не изменилось и обычно бывает лучше. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишись на мой канал. Тык! Включи себе уведомление о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем! Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. А тут спит такая, ай-яй-яй, девчонка озорная. По инструкции, которую я нашла на косметическом сайте, для начала нужно очистить лицо и нанести свой обычный дневной крем. И дождаться нужно, пока он хорошо впитается. Это я сделать могу. Осталось только подождать минут пять, пока он впитается. Впитывайся, пожалуйста, впитайся уже, ну! Впитался! Дальше нужно набрать немного тонального крема на руку, чтобы он согрелся. Это позволит лучше растушевать средство. Ждем, пока погреется. Тепло – залог любви. Как же наносить тональный крем на лицо? Нанеси средство с помощью кисти или спонжа. Начиная с зоны вокруг глаз, постепенно покрой все лицо до подбородка. Не забывай проработать границу шеи. Равномерно наложи основу на крылья носа и переносицу. Проработай лоб и растушевывай средство от середины лба к линии роста волос. Если честно, то я никогда в своей жизни не пробовала наносить тональный крем, начиная с зоны вокруг глаз. Первый раз. Обычно я всегда начинала с подбородка. Собственно, надо будет посмотреть, как в итоге лучше будет носиться этот тон, потому что сейчас объективно я его не могу оценить, потому что, по-моему, он выглядит ничем не лучше и ничем не хуже, как то, что я делала обычно. А тут же ты такая, ай-яй-яй, девчонка озорная. После тонального средства следует он. Консилер. Консилер нам предлагают наносить аж в несколько этапов. Сначала прорисуйте треугольник, как показано на рисунке. Затем нанесите покрытие на всю зону нижнего века, растушевывая вниз. Таким образом, вам необходимо зарисовать весь треугольник. Чтобы кто-то так наносил консилер, включая меня, я еще ни разу не видела. Потом аккуратно растушуйте спонжем или пальцем границы, чтобы они слились с остальным тоном. Теперь более светлым оттенком высветилите ложбинки у внутренних уголков глаз. Этот оптический обман распахнет взгляд и смягчит недостатки. Но не могу сказать, что я сильно похорошела, и ложбинки моих глаз распахнулись. Так, стоп, нет, ложбинки не должны были распахнуться, что мои глаза широко распахнулись. Но еще не вечер, рано делать выводы, рано. Откуда ты такая, ай-яй-яй, девчонка озорная? Само собой, на все это невероятно удивительно великолепное великолепие хочется добавить контурирование, потому что лицо выглядит максимально странно. Поэтому, пожалуй, нужно освоить искусство правильного нанесения контурирования. Контуринг. Самый простой способ подчеркнуть достоинство лица. Выровнять цвет лица с тональным кремом. Ну, мы это уже сделали. А теперь с помощью широкой плоской кисти нанести кремообразный консилер на область под глазами и на щеки. Так, на первой фотографии эта бабонька, очевидно, нанесла то же самое, что только что сделала я. К этому никаких проблем. Ну, значит, как я у нее вижу отчетливо розовый румянец? Я не вижу здесь какого-то консилера. Что, это значит, придется румянец жидкий наносить? Ну, это не проблема. Я-то только за. Нанесу. Высветли с помощью хайлайтера середину лба и спинку носа. Так, ну, я наношу хайлайтер себе на середину лба. Не понимаю совсем смысла. И, по-моему, у нее все-таки не хайлайтер, а светлый корректор. Но написан хайлайтер, значит, я буду сделать, как написано. Потому что я пришла учиться. Буду делать, как мне сказали. Проработать также зону подбородка и лук Купидона. Ямочка над верхней губой. Теперь пришло время для бронзера. Нанеси его под скулы с помощью скошенной кисти. Так, хайлайтер. Это я могу понять. Хорошо, предположим, что это хайлайтер. Но я все-таки уверена, что это должен был быть светлый корректор. Но бронзер? Серьезно, бронзер? Нет, ну ладно, у меня есть бронзер. Я сделаю бронзер, но... Бронзер? Наношу под скулы, как у этой женщины. Няу. Затонирую бронзером зону лба по линии роста волос. Хороша, особенно вблизи. Сделать нос более узким помогут две продольные полоски по бокам. Тщательно проработай линию челюсти и подбородок. Растушуй четкие линии с помощью косметического спонжа. Ну, при всем желании, очевидно, что я не смогу растушевать спонжиком свой бронзер. Поэтому я возьму кисточку и растушую его ей. Но здесь уже нет. Здесь уже лицу ничем не помочь. Кто-то, конечно, может сказать, что, типа, ты же прекрасно понимаешь, что здесь не хайлайтер нужен был, а светлый корректор. Ты же понимаешь, что здесь должен был быть не бронзер, а темный корректор. Но люди, которые приходят учиться макияжу по запросу, как правильно наносить контуринг на лицо, они, может, и не знают, что нужен корректор. Именно корректор, а не хайлайтер и бронзер, идут в магазин, покупают средства, приходят домой, делают себе здесь хайлайтер, здесь бронзер. Офигевают от результата. И, в общем-то, справедливо. Откуда ты такая? Ай-яй-яй-яй, девчонка озорная. Припудрим немного брови. На жирную кожу карандаш ляжет жирнее. Расчешем и снеем излишки пудры щаточкой для бровей. Острым наточным карандашом нужно провести тонкую линию по нижнему краю брови, как бы очерчивая ее форму. Она должна проходить по росту волосков. Чтобы накрасить брови карандашом правильно, отступите немного от начала брови и прерывистыми движениями затемняйте середину. Когда основная часть брови прокрашена, можно оформить ее хвостик. Чтобы понять, правильно ли вы красите бровь, проверьте ее форму. Если мысленно провести косую ровную линию, соединяющую ноздру и внешний угол глаза, то закончится она должна как раз там, где оканчивается бровь. Теперь, когда почти вся бровь прорисована, вернемся в ее начало и легкими штриховыми движениями прокрасим ее начало. Они получились очень грязные. Хочется взять консилер и все это убрать, но в статьях никакой информации о консилере нет. Нет даже информации о том, что их нужно прочесывать вот сюда или сюда. То есть ничего не понятно, поэтому я делаю так, как понимаю, как читаю, как будут делать люди. Первым делом на все подвижные века нанесите базу для теней. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Далее на подвижные века нанесите светлые тени. Они могут быть как матовыми, так сатиновыми или перламутровыми. Оставьте внешний уголок глаза чистым. Задача этого этапа подчеркнуть естественный объем глаза. Во внешний уголок глаза нанесите темные тени с матовой текстурой. На этом этапе подчеркивается углубление глаза, поэтому важно не использовать сатиновые или перламутровые текстуры. Между светлым и темным оттенком теней на подвижном веке нанесите еще один цвет. Такой промежуточный оттенок сотрет явную границу перехода от светлых теней к более темным. Это могут быть как матовые тени, так и с шиммером. Нанесите на кисть бочонок матовый оттенок теней. Он должен быть темнее цвета кожи, но светлее самого темного цвета теней во внешнем уголке глаза. Поработайте им всю орбитальную линию. Таким образом подчеркивается углубление складки верхнего века. Глаз становится визуально больше и ярче. Этот этап особенно важен, если ваше веко немного припухше или нависшее. Кстати, знаете, пока я пытаюсь тут сделать что-то годное с этим макияжем, недавно у меня вышло очень большое интервью на тему блогерской деятельности. Ссылку на это я оставлю в описании. На самом деле, безумно интересное интервью получилось. Я рассказала там о многое изнанке блогерского дела. О том, какую косметику мы получаем, как сотрудничаем с брендами. Короче, все, что может быть интересно человеку, потенциальному блогеру, или человеку, который хочет быть блогером, все это я вот рассказывала по этой ссылочке. Так что приходите, читайте. И вообще подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там я всегда вам рассказываю о моих новых интервью и статьях. И завершите макияж нанесением туши. На мой взгляд, этот макияж уже больше ничего не испортит, поэтому давайте учиться рисовать стрелки. Сначала нарисуй тоненькую стрелочку от внешнего угла глаза по направлению к брови. Она должна смотреть вверх. Затем почти от середины глаза проведи еще одну тонкую линию и соедини с первой. У тебя получился контур стрелки. Осталось лишь закрыть свободное пространство. Настало время хайлайтера, но сухого, а не тот, что был у нас в самом начале. Сейчас мы научимся правильно наносить сияшечку. Люблю сияшечку. Для того, чтобы сделать лоб шире, возьмите хайлайтер и нанесите его по бокам лба и на виски и хорошо растушуйте. Нанести хайлайтер по диагонали снизу, ориентируясь по линии роста волос. Чтобы сузить нос, необходимо выбрать хайлайтер на тон или на два темнее кожи и нанести его на крылья носа с обеих сторон. Кстати, про тему с крыльями носа, честно, не знала про более темный хайлайтер, что его нужно использовать, да, чтобы сузить нос. Прикольно, никогда не пробовала раньше. Хотите распахнуть глазки, сделав взгляд более открытым, смело наносите хайлайтер на участки под бровями и на внешние уголки глаз. А чтобы сделать губы более пухлыми и сексуальными, нанесите немного хайлайтера на середину нижней губы и поставьте точку в ямочке над верхней, не забыть растушевать. Вот скажу честно, как есть, действительно, по поводу хайлайтера я узнала много нового и много интересного. В отличие от пока что всей другой информации. Но стрелки, на самом деле, еще неплохо посоветовали нарисовать. Остальное, по мне, совершенно непонятно. Вот, ну, прям... Непонятно, непонятно. Но ладно, самое интересное нас ждет впереди, потому что впереди нас ожидают... Губы. Чтобы кожа губ стала мягкой и гладкой, нанесите на нее бальзам и дайте ему как следует впитаться. А излишки убрать чистой бумажной салфеткой. Затем зону вокруг губ обработайте консилером. Если у губ нечеткий контур, консилер поможет сделать его более аккуратным. Хайлайтером подчеркните галочку над верхней губой, чтобы добавить губам визуального объема. Я это уже делала, но сделаю еще раз. Карандашом обозначьте контур, начиная с верхней губы. Мы немного закруглили углы арки купидона. На нижней губе сначала подчеркните центральную часть, а затем двигайтесь по направлению к уголкам. Улыбнитесь, чтобы губы разгладились и можно было прокрасить помадой все складочки. Особенно актуально это для пухлых губ. Собственно, вот, конечно, результат макияжа, который сделан по всем правилам, которые я нашла в интернете. Что я могу сказать про этот макияж? Пожалуй, я воздержусь от того, чтобы высказать, поэтому высказывайте сами. Напишите, как вам кажется, это достойный, хороший, правильно, профессионально выглядящий макияж. Или он оставляет желать самой малости лучшего. Что ж, а я на этом с вами прощаюсь или нет, если вы пойдете смотреть мои другие видео. И, а вот и другие видео. Всем пока! Продолжение следует...